Прекрасно. Ну хорошо, поговорим сейчас о делах наших грешных, о страстях человеческих. Да. Понимаете, Британия. Союзник Украины. И союзник Украины честный. И в тот момент, когда было ясно, что война вот-вот начнется, и Соединенные Штаты пытались не то чтобы блокировать, но ограничить поставку вооружений на территорию Украины, британцы вели очень честную. Они традиционно несколько оппонируют Соединенным Штатам. Тем более, что в данном случае оппонировать приходилось социалистической партии, демократической партии США, у которой очень негативное отношение было к Брекзиту, к выходу Великобритании из Европейского и Социалистического Союза. Вот. И они продолжают оставаться, ну, государством независимым. И то, что Зеленский. И я с вами и без вас довольно часто говорю об этом, что Зеленский, ну, не точно выстраивает отношения с Соединенными Штатами. Неоптимально. Ну, вот. Сеть, так сказать, намеков, сеть недосказанностей, она присутствует в этой статье. Вот. И, ну, это пока дружеская критика. Я не думаю, что когда-нибудь британцы позволят себе прямую критику, позволят себе называть в дипломатии вещи своими именами. Знаете, я проходил обучение в какой-то момент в дипломатической работе. Там это уже я был президентом биржи. Это вроде МБА я проходил. И Андрей Владимирович Козырев хотел меня видеть в виде заместителя министра иностранных дел России. Вот. Там есть такое правило, очень интересное, никогда не оскорблять, ну, напрямую, а наоборот. Вот если вдруг дипломат подходит и говорит, какой, это вообще не принято обсуждать, там, одежду у дипломата. Но если вдруг он скажет вам, что какое на вас красивое чудесное платье. Значит, бегите и переодевайтесь. Или раздевайтесь. Иносказательно. Да, иносказательно, да. Это такой стиль. Вот. И даже похвала, излишняя похвала, она иногда говорит о противоположном. Это сложно. Англичане освоили эту технику, эту технологию в совершенстве. И журналисты тоже. Это у них, так сказать, в крови. Да, то, что сейчас называют легким троллингом. Ну, будем считать, да, что такое. Да, 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 легкий троллинг, совершенно верно. Расшифровывать это необходимо. Это серьезная работа. Если хотите, прямо по фразам всю эту статью можно разобрать, но это отдельный должен быть эфир. Хорошо, принимается. Мы посвятим этому отдельный эфир. Тем более, что там это все обрастает слухами, слухами. Этот материал, глава Офиса президента Андрей Ермак сначала его опубликовал, потом у себя на социальной странице убрал. Потом, значит, они поняли, что это вопрос трактовки, потому что как это можно трактовать, все равно президентом все еще интересуется западная пресса. Но, конечно, президент в очень затруднительном положении. Хотя формулу мира Зеленского обсуждали как раз на Мальте. Вот я хотела с вами поговорить про перспективы вообще такого формата. Встреча на Мальте. Страны глобального юга обсуждают формулу Зеленского по окончанию войны. Было заявлено 66 государств и международных организаций. Но Китай, как мы знаем, эту встречу проигнорировала. Как вы полагаете, вот подобного рода форматы, насколько они перспективны в данном случае с оглядкой на все, что происходит в мире? Ну, это один из возможных форматов. Надо его использовать. Украина должна использовать все возможности, чтобы продвигать свою позицию. Формат, где участвуют главы администрации. Там, по-моему, Ирмак присутствует. И в котором, в совещании, в котором участвуют многие государства, 66 государств, очень полезен для Украины. И обсуждается очень важный же вопрос формула мира. Понимаете? И это важно для многих государств, которые подвергаются агрессии или, во всяком случае, потенциально опасаются агрессии. Что делать в таких случаях? И когда-то был механизм, довольно действующий механизм организации объединенных наций. Были войска ООН, голубые каски. И они участвовали не всегда в пользу тех, на кого нападали. Но была более активная позиция организации объединенных наций. Но теперь ее нет. Теперь организация изменилась. И тенденции, которые нам с вами не нравятся, присутствуют в ООН. Никаких решений не принимается по существу. Осудить агрессию. Ладно против Украины. Но против Израиля, ну, очевидный совершенно случай. Понимаете? Организация объединенных наций даже на ассамблеи не хочет. Большинство не хотят ссориться с Россией. Они зависят от нефти, газа. Они демонстрируют, ну, такую меркантильность, что ли. Вот. Но, тем не менее, это нужно. Это нужный формат обсуждения. Насколько я понимаю, Зеленский принял решение о... И его офис о мирных переговорах с Россией. На чем основывается ваше предположение о том, что он принял это решение? 10 пунктов именно мирного переговора. Или урегулирования сложившейся ситуации. Ну, об этом прямо уже все говорят, что необходимо останавливать эту войну. Она слишком большую черту наносит Украине. Когда, там, полгода назад мы об этом говорили, это было, ну, некоторое кощунство, понимаете. Казалось, что надо агрессора наказать. Это единственная цель, там, сместить режим Путина. Наказать его, нанести ему максимальную черту, когда кристаллизовалась политика, внешняя политика Соединенных Штатов. И это стало всем ясно, что цель США и, соответственно, НАТО – не наказать, не помочь Украине победить агрессора и восстановить справедливость, а не нанести ущерб агрессору. Ну, это другая цель. Вот тогда стало понятно, что, ну, нужно решать эту проблему иначе. Нужны переговоры, да, к сожалению. А вы полагаете, если Зеленский пойдет на эти переговоры, то агрессор в таком случае может остаться безнаказанным? Понимаете, это уже философский вопрос, но я отвечу на него. К сожалению, зло очень часто оказывается безнаказанным в этом мире. Это плохо, это неправильно, но такова жизнь. Значит, обычно выбор происходит между большим злом и меньшим злом. Ну, вот то, что предлагают Соединенные Штаты – не допускать поражения, катастрофического поражения России и Путина, не допускать, соответственно, дезинтеграции России, потому что это может нанести учерк миру более существенным, чем то, что происходит сегодня, ну, вот в Украине. Ну, так устроен мир, к сожалению. Мы должны с вами бороться с этим, должны бороться за справедливость, но часть членов Организации Объединенных Наций не готовы поддерживать Украину. Причем… Константин Анатольевич, ну, смотрите, с одной стороны, Организация Объединенных Наций подтверждает, что удар по грозе нанесла Россия и что все погибшие были гражданскими. Как вы помните, Россия говорила, что это Украина сама себя обстреляла, как это обычно водится. Вот Организация Управления Верховного Комиссариата ООН по правам человека подтвердили, что этот ракетный удар все-таки в Харьковской области нанесла российская армия. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот то, что вы говорите «легкий троллинг», этот троллинг обернется злой шуткой здесь и в Украине, потому что люди, которые некогда присягнули на преданность президенту Зеленскому, теперь начинают всячески его топить. В частности, я смотрю социальную страницу господина Арестовича, который топит президента таким образом, что он пишет. Сначала кто-то, это, конечно же, по страницам тайм, сначала кто-то ведет себя как диктатор, по сути называет, Зеленского диктатором, вместо того, чтобы нормальным путем ускоренного развития идти. Он выбирает стагнацию, потом кто-то плодит массовую коррупцию, потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличного от своего, а потом, спустя полтора года, значит, он осуждает. Тут дальше, как бы интересно, можете почитать, я не буду тут заниматься цитированием Арестовича. И, конечно, ну, это видится... Не рановато ли, скажу я так, оппоненты стали топить Зеленского? Во-первых, началась избирательная кампания. Да, к счастью или к сожалению. Вот, во-вторых, вы знаете, я не сторонник Арестовича, ну, пока во всяком случае, но я очень хорошо понимаю, что президенту Зеленскому нужна критика, нужна обратная связь, и ликвидация вот этих пророссийских СМИ, пророссийских политических групп, это очень правильная, очень важная задача, но на образовавшемся вакууме ничего не возникло. Я только хотела сказать, Константин Анатольевич, ведь проблема не в том, что якобы российские или пророссийские медиа были уничтожены, был уничтожен весь медиарынок. Профессии журналиста в Украине больше не существует. Вот в чем, конечно же, ошибка президента Зеленского, и теперь даже некому парировать на то, что говорит Арестович. Вот в чем беда. Ну, хорошо, а как вы считаете, каким путем теперь пойдет в Зеленский? Потому что ему посвящали книги, ему рукоплескали, его принимали, а теперь он в весьма затруднительном положении. Ему надо принять участие, с одной стороны, в выборах, довести это дело до конца, да, военное дело. Или, не знаю, взять самоотвод, досидеть до конца своего срока и не баллотироваться на следующих президентских выборах. Как вы считаете, учитывая вот ваш политический опыт и знание политической конъюнктуры сегодня, что было бы правильно для президента Зеленского? Давайте закончим предыдущую тему. Вы мне, так сказать, не позволили это сделать. Мы с вами, я закончил на том, что отсутствует обратная отрицательная связь, которая критиковала бы, корректировала президента Зеленского. Вы подхватили эту мысль, сказали, да, она отсутствует, поэтому никто не критикует Арестовича. Арестович – это тоже обратная отрицательная связь, которая критикует Зеленского. И это очень важно, очень полезно. И вместо того, чтобы сражаться с ним или направлять свои перья против Арестовича, ну, надо попытаться понять, есть ли здравое зерно в этом, а там оно есть, понимаете? И то, что теперь переходим к вашему вопросу по поводу, значит, поведения Зеленского. Зеленский хотел быть президентом одного срока. Значит, теперь мы понимаем, что это может быть изменено. И это правильно. Мы не знаем, кто будет, какие будут кандидаты в президенты следующие. Очень может быть, что понадобится участие Зеленского в этом, потому что, ну, потому что. Вот, потому что не оптимален будет состав вот этих конкурентов, потому что опять могут поднять голову эти спецслужбы украинские. Они на прошлых выборах очень активно участвовали. И эти мысли, скажем так, в кавычках Путина о том, что нужна сильная власть, и генералы должны помогать Украине управлять, и представители спецслужб, ну, КГБ по существу, понимаете? Ну, это, ну, почти точно, идея точно повторяла то, что происходило в России. Вот, поэтому давайте подождем, когда сформируется вот эта позиция по выборам. Во-первых, мы не знаем еще точно, будут ли выборы. Во-вторых, мы не знаем, кто эти кандидаты на будущих выборах. Вот. Может быть, они не нужны. Ну, у меня очень много претензий к Зеленскому. Вы знаете его политика по отношению к Соединенным Штатам, его отсутствие идей политики по поводу будущего Украины, вот, и опасность восстановления Украины, ну, в той же довоенной форме, в олигархической, пока эта опасность существует, и с ней довольно активно, ее довольно активно поддерживают, эту идею о людях из окружения Зеленского. Ну, тогда вообще исчезает, так сказать, цель, понимаете, вот этой победы, этого, этой защиты Зеленского. Ради чего? Ради того, чтобы восстановилось то, против чего, собственно говоря, голосовали люди, поддерживавшие Зеленского. Они голосовали против вот этой олигархической системы в Украине, связанной с Россией, поддерживаемой Россией. Ну, хорошо, я, если вы не возражаете, вы вот по поводу Арестовича, вы говорите, что нельзя критиковать Арестовича, потому что он критикует президента. Но ведь Арестович, на самом деле, тут его роль до конца не ясна, потому что один человек, такой как Арестович, не может за собой подменять все медиа в стране. Да, медиа, как я сказала, рынок отсутствует. И президент, конечно, это порождение вот этой первопричины. Ему нужно было найти этот баланс, ему нужно было консолидировать общество, и, конечно же, медиа его бы поддержали, критиковали разумно. Что касается Арестовича, вот мы, кстати, с Юлией Латыниной об этом спорили, ведь Арестовича не назовешь нон-конформистом. Арестович классический конъюнктурщик. Он работал с президентом Порошенко после победы, точнее, проигрыша Порошенко. Он стал работать на Зеленского. А теперь очень странно, то ли он действительно искренне критикует Зеленского, то ли он будет выполнять функцию такого буфера, учитывая все-таки его некие дружеские отношения с людьми из офиса президента, товарищеские, скажем так. И весь негатив, может быть, забирать на себя с тем, чтобы все-таки дать победить президенту Зеленскому и пойти на следующий президентский срок. Это, конечно, большая интрига, это будет очень интересно, но в любом случае, мне кажется, все избиратели, ведь те, кто голосовали за Зеленского, они голосовали за мечту, потому что для каждого из них это было о чем-то своем. Они мечтали и думали, что Зеленский реализует все эти их надежды и чаяния. Как вам кажется, вот в сегодняшнее время, учитывая кризис на Ближнем Востоке, угроза новой мировой войны, какой лидер нужен сегодня на постсоветском пространстве, вот постсоветскому нереформированному, разодранному коррупцией государству? Вот каким он видится, этот лидер, и какие качества сейчас могли бы быть новым политическим трендом? Во-первых, я не выступаю против критики Зеленского. Я говорил об отсутствии обратной связи в системе управления государством Украины, когда действия президента Зеленского не подвергаются критике, оценке такой, знаете, объективной. Я бы предпочел, чтобы в Украине был лидер, который ориентирован на рыночную экономику, открытую рыночную экономику. У России и Украины есть общее заболевание. Это имперскость, это остатки Советского Союза, остатки вот этой советской ментальности, то, что называется «Совок». Вот нужен лидер новый, молодой, человек, который правильно с точки зрения современного мира оценивает цель и задачу Украины не плыть, как вот эта часть критики нашей по отношению к Зеленскому, не быть в фарватере политики социалистов, Соединенных Штатов и говорить во время войны о глобальном потеплении, понимаете, как главной задачей Украины. Ну, а проводить независимую политику, ну, достаточно посмотреть на соседнее государство, там, скажем, на Польшу, чтобы, или на Венгрию, между прочим, чтобы понять, что проводить независимую политику можно, нужно, и это приводит, ну, к этой повышению, так сказать, некоторой эффективности. Я бы хотел, чтобы это был традиционалист, правый политик, который не увлекается модными сегодня теориями, там, и не продвигает трансгендерную политику или ЛГБТ, и, понимаете, ну, не актуальны. Это ставится как актуальная задача, там, Соединенными Штатами, некоторыми европейскими государствами, но в переходном периоде для Украины это не актуальная задача. Там, я не призываю выступать против сообщества ЛГБТ, ни в коем случае, вот. У нас с Валерией Ильиничной была похожая проблема. Партия, когда мы создавали западный выбор, появилась большая группа сторонников ЛГБТ-сообществ, которые потребовали, чтобы мы вписали этот пункт в программу партии. И Валерия Ильинична, у нее была четкая позиция, она сказала, что это очень важная задача. Мы поддерживаем гражданские права, но вписывать это в программу не будем, потому что это не актуально сегодня в России. Вот, более серьезные проблемы, и тогда все это сообщество стройными рядами направилось в партию Нечаева, в партию Кремлевскую, понимаете? Вот, и помогали ему там и заявляли о том, что теперь это вот единственная надежда. Ну, не Путин, конечно, они до этого не опустились, это был там 13-14 год. Вот, но вот партия Нечаева, партия системных либералов. Ну, подожди, Константин Анатольевич, давайте внесем ясность, потому что вы тут сейчас на нас полетят, значит, слова критики. Не будем забывать, что все-таки Эдгар Ренкевич, президент Латвии, он публично заявил о своей гомосексуальности, это не помешало ему стать президентом, ничего не рухнуло. Латвия стоит на месте, все прекрасно, реформы осуществляются. Потому что мы так договоримся, дальше мы запретим одиноким женщинам, женщинам в одиночку воспитывающим детей, там, холостым и прочим, баллотироваться на постпрезидента. Я в этом не вижу никаких проблем. Но вопрос ведь на самом деле профессионализма, потому что в какой-то момент вот это легкомыслие отношение к тому, что любой человек, как и любая кухарка, может управлять государством, но не работает этот тезис. Приводят пример Рональда Рейдена, но не будем забывать, что он ведь не с театральных подмостков, как Зеленский пришел в политику. У него все-таки был некий опыт работы в местной власти. Я думаю, что президент Зеленский откажется от этой идеи, баллотироваться на второй срок, если честно. И, конечно, он совершил много ошибок в медиаинституте. Это, конечно, как раз журналисты, это медиа, на медиа он мог опереться. Но он зачистил под видом войны, необходимости этого марафона. В Израиле тоже началась война, но никому в голову не пришло закрыть все медиа и запустить национальный телемарафон. Но суть в другом. Если вы говорите, что принято решение о возможных переговорах, каким вам видится этот переговорный процесс? Замораживание конфликта. Вот остановились там, где сейчас мы находимся. Возвращение к вопросу Крыма через некоторое время. Кстати, по-моему, эта концепция уже была обсуждаема, в Стамбуле в том числе. По-моему, речь шла о том, что разговоры и какие-либо переговоры о Крыме замораживаются на 15 лет. Тут для президента очень сложное положение, очень сложная ситуация. Потому что, с одной стороны, это единственный президент, при котором треть-шесть территории Украина потеряла. Огромное количество жертв и разрушений. И, конечно, я полагала, что ему удастся хотя бы к весне следующего года деоккупировать эти территории, хотя бы вернуть страну в конце своего президентства в тех территориальных границах, в которых он ее принял как президент. Но вам видится другой сценарий. Правильно я вас понимаю? Ну, во-первых, Кьюлья, нельзя так говорить сразу обо всем. Понимаете, о ЛГБТ-сообществе, о Литве. Я не выступаю против ЛГБТ-сообщества и против одиноких матерей, против девушек-лесбиянок. Нет. Я не выступаю против парада, прайдов. Пусть это будет, но я не считаю, что это главная сегодня проблема в Украине. То, что касается переговоров, уверен, что заключить соглашение о передаче России территорий Крыма, юга Украины никто не хочет и не может. Значит, вероятнее всего это будет соглашение о приостановке боевых действий и о начале длительных переговоров по восстановлению мира в Европе. Ну, вот что-то в этом роде. И вот эта встреча 66 государств мальтийская, она на это и направлена. Вот. Я думаю, что, упрощенно говоря, замораживание конфликтов, конфликты это выход для России, для Украины. Плохой выход. Нам бы хотелось выместить агрессора с территории Украины, но он не вымещается простым путем. И у него есть явные скрытые союзники, которые сдерживают Украину, не дают ей оружия или неверные союзники, вот так точнее сказать. Хорошо. А как же быть тогда с решением, озвученным сегодня министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Линкеном о том, что они будут убеждать Конгресс одобрить пакет помощи на 106 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Единый пакет. Речь идет о безопасности границ Америки, говорят они. Украина будет исключена из этого пакета в случае достижения каких-то договоренностей о возможных переговорах. Как вы полагаете, что и потом ситуация на Ближнем Востоке, как это может отразиться на ходе военной операции в Газе? Ну, президент Байден уже заявил о выделении 60 миллиардов, это его инициатива Украине, и 14 миллиардов Израилю. Юль, ну это заявление, значит, заявление о, там, тем более Остина и тем более Блинкина о выделении 100 миллиардов. Ну, это такие, скорее, призывы решения о выделении этих средств будет принимать нижняя палата Конгресса, которая не настроена поддерживать все инициативу президента Байдена. Вот. Потому что президент Байден представляет во власти США левую социалистическую партию, демократическую партию, борется со своими оппонентами, контролирует и проводит пропагандистскую, антидемократическую кампанию в США, вот, позволяет себе действия, которые, скажем, республиканцы называют преступными, понимаете, связанные с ограничением в правах американцев, в избирательные кампании, в создании власти, мы знаем о том, что, скажем, вот эти судебные процессы над гражданами США проходили по поводу событий 6 января, но ничего похожего, это вот очень тоже показательно, ничего похожего против тех, кто пришел в Конгрессе поддерживать Палестину не происходит, это не считается преступлением, значит, вот. Так что все сложнее, понимаете, и вот выделение средств, о которых заявляют Остин и Блинкен, совершенно не очевидно, что оно произойдет. Речь шла еще в медиа, в иностранных медиа о том, что все-таки Путин якобы ждет Трампа, он считает, что он может стать его союзником, по некоторым прогнозам, но выборы в Америке слишком далеко, ситуация неразрешима, и Путин, как никто, якобы является конечным бенефициаром, кто заинтересован в расшатывании ситуации на Ближнем Востоке. Как вы считаете, каковы шансы Израиля не просто выстоять, а восторжествовать? Есть ли ресурсы и возможности у Байдена удержать, скажем, Иран от того, чтобы нанести ядерный удар по Израилю? Каким вам видится развитие ситуации в этом Ближневосточном кризисе? – Опять два вопроса, Юля. Путин не ждет Трампа. Путин очень хорошо понимает, в отличие от пропагандистов, которые проводят антиамериканскую по существу политику, политику против традиционалистов, Путин хорошо понимает, что для него это конец. Приходит Трампа, это конец войне, это, возможно, реальная помощь Украине, это, возможно, реальное противостояние с Ираном и реальные санкции против России, в отличие от того, что происходит сейчас, имитация санкций. Израиль начал операцию очень спокойно, пока они продвинулись всего на 3, что ли, километра 4, очень мало. Происходит зачистка, эти туннели уничтожаются, начались крики по поводу госпиталя крупного в Газе, но оказалось, что основная содержательная часть криков связана с тем, что под госпиталем, прямо под госпиталем находится центр управления ракетами и, возможно, там содержатся заложники. Вот. Израиль проводит очень спокойную политику. Мне это нравится. Натальяху оказался сильным, продвинутым лидером. Вот. Никаких эмоций, никакой поддержки вот этих идей мести палестинцев. Палестинцам мстить диким зверям это неправильно и Натальяху это понимает. Идет тяжелая, сложная работа, которая должна привести к уничтожению Хамас и, фактически, к освобождению народа Палестины, которому нужно предоставить возможность жить в нормальных условиях, но для этого его нужно освободить от Хамас, от террористических задач, от фактически рабства в руках террористов. Константин Анатальевич, а как Натальяху будет реагировать на встречу или возможные диалоги с Путиным после того, как Путин встречает у себя представителей Хамас? Понимаете, дипломаты здесь делать хорошее лицо. Всегда. Это называется покерное лицо иногда. Но вы любите другую фразу, Константин Анатальевич. Вы всегда говорите, что месть это блюдо, которое подается холодным, поэтому я не думаю, что Натальяху так сможет проглотить эту встречу. Я не думаю, что он даже думает о том, чтобы отомстить Путину или Ирану за те действия, которые происходили на территории Израиля, которые финансировались и Путиным, и Айтолами. Речь идет о том, чтобы каким-то образом сдерживать вот эту агрессивность России на Ближнем Востоке. Хочу вам напомнить, что с территории Сирии начались обстрелы территории Израиля, с территории Ливана, или там фактически Россия границей, то есть Израиль граничит с Россией. Эти российские специальные службы, они как раз сосредоточены на сирийской территории, безусловно, но близкой границы к Израилю. Вот Израиль понимает все это и вот все критикуют Натаньяха за то, что он нес портрет там своего отца на этом марше экспертного полка, да, ну, понимаете, дипломат, ну, поносил, Путину этого захотелось, зато он добился того, что Россия, скажем, в Сирии не проводила агрессивные против Израиля действия, теперь проводят, значит, ну, это такое правильное, как мне кажется, отношение к, знаете, к больным, сумасшедшим особенно, им нельзя раскрывать, так сказать, реальность, говорить, что ты с ума сошел, жизнь устроена по-другому, сумасшедший это человек, который живет в другом мире, и попытка его вернуть назад в реальность, она окончается истериками, там, взрывами, вот, на Таньяху в этом смысле, по-моему, очень талантливый дипломат и врач, потому что то, что демонстрирует Путин, ну, это поведение нездорового человека. Значит, в таком случае не Таньяху никто иной, как лекарь поневоле, это классические примеры. Спасибо, Константин Анатольевич, за возможность услышать вашу точку зрения, спасибо нашей аудитории за внимание и доверие, не говорю до свидания, говорю до скорой встречи, как обычно в следующий вторник в это же время. Счастливо и до скорого.